Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел очень интересный вопрос. Можно ли христианину носить маленький гвоздик в носу или сережки в ушах? Мы уже с пятой попытки пытаемся записать это видео, вопрос, конечно, интересный, но он не совсем библейский. Хотя человек, в принципе, можно понять, как на него смотреть будут в храме, когда он с гвоздем в носу придет. Опять же, как мужчина, я представляю себе маленький гвоздик в носу, это гвоздь не на сотку, не на 75, чуть поменьше. В любом случае, так, что его можно загнуть и еще туда повесить две какие-нибудь сумки, чтобы в храме можно было стоять и спокойно креститься, чтобы руки не были занятыми. Вот маленький гвоздик, это, конечно, мое воображение рисуют какие-то дикие картины. Я помню, у нас какое-то время в храме была женщина, которая на каждой службе была с таким здоровенным прищем на носу. Думаю, что ж она никак с ним не разберется. А потом присмотрелась, когда поближе пообщались, ну, такой камушек в носу. Цирконий, что ли? Ну, типа бриллиант, знаете. Ладно, в зубе бриллиант, я еще могу понять, хотя нет, не могу. Но вот в носу, как бородавка, это, конечно, на носу. Это ужасно. Представление красоте у некоторых из нас бывает очень специфическое. Гвоздь в носу. Слушай, не надо уродовать свое тело. Ни нос, ни глаз, ни уши. Все-таки хочешь себя проявить, интеллектом прояви, добротой, волонтерством, отзывчивостью. Сделать картину из гвоздиков. Ниточки мимо них там можно как-то протянуть. Будет изображение какое-то красивое, знаете. Такие есть методики интересные. Я понимаю древних восточных красавиц, которым муж говорил в традициях ислама. Ты мне больше не жена, и она ему была больше не жена. И что на ней было, с тем и уходила. Сколько себе золотых монет в качестве сережек понацепляет на запястьях обручей и золотых гвоздей в носу. Столько его несет. Ну, как бы другая эпоха. Кто-то считает, что сережки-то красиво. Ну, в принципе, почему бы и нет. Если это сережки не в форме гвоздей или, не дай бог, крестов. Правильно подобранным ожерельем, сумочкой, туфельками. Окей. Ну, гвоздь носу, я умоляю. Ну, это некрасиво. Ну, честно. Пусть в вашей субкультуре это выглядит как бы здорово. Но все равно же потом немножко позврослеете, поймете, что гвоздь носу это не то, что делает вас красивее. Надо будет его куда-то девать. А дырка-то останется. Не надо дырок делать в теле своем. Не надо. Вот то, чего спрошу. И украшать своих деточек в 3-4-5 лет или 6 сережками не надо. Дети сами по себе красивые. Они сами по себе. Пачи златые топази. Прочих изумрудов. А вы еще хотите добавить их естественную природную красоту еще мертвым железом. Что не плетением волос и не украшением должна женщина украшаться. А вот красотой внутреннего сердца. Вот это самая главная красота. Приобретите ее. Это сложнее. Гвозди купить проще. А быть нежной, чистой, красивой, целомудренной это сложнее. Но это красивее. Внеси свой вклад. Оцени. Подпишись. И поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok